В оконцовке тех морозов, которых лично на моей памяти не было, захотелось праздника. Да еще как захотелось. Захотелось солнца, тепла, а после 35, минус 8 это почти Сочи, захотелось веселой компании. Всего этого, настоящего, русского захотелось. Россия, кстати, и теперь уже довольно заметно, возвращает традиции меценатства. И праздники, организованные не на бюджетные средства, привлекают больше внимания и проводятся веселее. Комплекс русской бани на Мариновой в третий раз устраивает праздник Масленицы, традиционно российский и с традиционными забавами. И уже не первый год, рассказывая вам о настоящем парении паром, настоящей дровяной каменке, о уровне сервиса и комфорта, пока еще не достигнутом нигде, понимаешь, тысячи магнитогорцев это уже не разовые, а постоянные посетители. Ну а в такой праздник эти гости стали полноценными участниками действа. Лазали на шею за богатыми призами, рубились подушками на бревне и перетягивали канаты. А призы, естественно, были предоставлены руководством русских бани на Мариновой. И тут надо объяснить, что стоимость минимального – это цифра с минимумом по трех нулей. И это не лохотрон торговых центров. Это реальное желание делиться счастьем грамотно организованного и востребованного сервиса. Частые гости? Частые, очень частые. И очень приятно здесь находиться. Что вот сегодня? Вроде бы еще до весны-то далеко от Масленицы. Нет, мы специально спланировали это на сегодняшний день. Это наш поход. И очень приятно все было. И вот сегодняшнее второе место – это наше. Мы специально спланировали. Вообще раньше можно было представить, что будет такой комплекс сделан, где можно будет не только попариться, но еще и повеселиться. Раньше здесь наши сады были, наших родителей. Сейчас это баня. Просто прекрасно. Ходим в сад, переходим в баню. Отлично, отлично. Как весело у нас здесь? Да, очень даже понравилось нам. Организовано очень. Мы уже не первый год, конечно, уже третий год мы ходим сюда на Масленицу. Всегда весело. Конкурсы нравятся нам. А в баню-то ходим? В баню, да, обязательно. А какая самая любимая? Самая любимая – богатырская. Да. А по парилке, в принципе, разница есть где? Или все одинаковые? Такие же качественные, здоровские? Да, все качественные, здоровские. Главное, что они топятся дровами. Вот это нам нравится. Дапах, приятный атмосфер, обслуживание. Вообще очень здорово. А такое бывает, что в Магнитогорске – ол-инклюзив? Да. Да. То есть бутербродик, глинтвенчик. Ну как, оно весело? Очень. Очень весело. Приехали сюда специально на праздник или в Бабарице? И то, и другое. То есть совмещаем два в одном? Да. А часто сюда приезжаем? Очень. Ну что, приятного аппетита. Спасибо. А что решили сегодня попробовать? Шашлык пока. Как, вкусно? Да. Что вас привело после 35-ти градусных морозов сюда, в русские бани? По приглашению? Да. И часто вы здесь гости? Нет. А будете частыми? Да. Ну рассказывай, как оно? Настоящая мужская пища? Хорошо. Вкусно? Вкусно. Вкусно очень. А весело? Да. Действие по своим масштабам, естественно, вылилось за территорию комплекса. Любой желающий абсолютно бесплатно мог прокатиться на квадроцикле, детям пони, взрослым упряжкам. Шашлык, плов, чай и гринтвейн. И то, что покрепче. И на следующий год. Надо подумать уже о банном фестивале. Благотворительная лотерея с шикарными призами. И это все для нескольких сотен гостей. Уровень призов в лотерее. Это и пылесосы, и караоке-центр, и телевизор. И это топ-3, как говорится. Ну а самый счастливый спалил чучело. Символ уходящей земли. И прошлого. Символ того, с чем надо расстаться навсегда. С горем, печалью, завистью. И наливаться каждый день силой, здоровьем и счастьем. И каждый день, а не только в масленицу. В горячо-натопленных и таких уютных банях. С настоящим дровяным паром. Комфортными бассейнами. Умилыми руками парильщиков. И по совместительству массажистов. Делать это, причем не задорого. Можно легко. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...